Ну всё, тридцатка сдохла. Или нет? Убери ребёнка от экрана, мать твою. Вот, пару дней спустя такая жизнь дрифтера, короче, которая не дрифтит, только тачки строит. Я, блин, последние 4 дня только тачки делал, вообще не спал почти. Ну, спал, ну, немного. Вот, и также сейчас я поеду тридцатикой разбирать. Первый тридцатикой есть некоторые нюансы, я хочу там проверить складыши, может быть, перебрать его. Ну, короче, будем мотор вытаскивать. И так как время вообще очень ограничено, очень ограничено, я в эту ночь только 4 часа спал, по-моему, до 3 сидели ещё на день рождения Саня. Саня, это тот, который с видоса, посмотрите, заранее, с которым мы 46-ю строили. Вот, и сейчас переодеваюсь и еду тридцатикой строить. Вот, кстати, эта штука, посмотрите, получила техосмотр, сделал новый техосмотр. Два года, вот, два года до 23-го. Вот, ну, естественно, и эта штучка. Блин, как я скучал по этой тачке, честно сказать. Что я на этой тачке, естественно, обожаю. Вот, смотрите, когда её заводишь, может, вам имя писать туда. Восемь утра, нельзя здесь газовать, а то наши соседи будут не особо рады. Я думаю, вообще они не особо рады, то, что у них такой этот сосед. Загрузил всё это дело, я говорю вам, техничка это просто настолько крутая вещь, потому что ты можешь, блин, быстро всё загрузить, поехать. А бус, я вообще ни в коем случае не сожалею, потому что я его купил. Просто мне даже нравится на нём кататься. Я в прошлой неделе почти корвет только дома стояла, я на пусть и каталась, потому что, блин, ты садишься в него, во-первых, ты высоко сидишь, ты всё видишь. Во-вторых, он почти ничего не жрёт. Он почти ничего не жрёт, он, блин, не знаю, я там один раз 80 евро заполнил там, да, и катаюсь, 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 вот. Скажу вам, когда буду знать, сколько он реально жрёт. Тоже сейчас у меня за мной прицеп с тачкой загруженную, я вообще его не чувствую, машина едет нормально, блин. Единственное, то, что я хотел бы, чтобы здесь был тампомат, чтобы можно было нажать, и он, типа, ехал там 100 км в час, и ты такой, знаешь, там, ковырил, там, спал, не знаю, что делать, вот. Вот, и плюс ещё, что хотел вам сказать. Больше всего мне в этой тачке нравится то, что, я не знаю, этого сейчас не видно, но здесь везде есть места, куда ты можешь вещи сложить. Блин, есть, по-моему, раз, два, три, три бардачка. Вот столик сейчас можно вот так вывернуть, это, кстати, транзит, если что. Вот, на чём сейчас камера, этот камера стоит. И у меня ещё предыдущий хозяин, это мой друг Го, тот, последнего видоса, вот этот, чинг-чанг, как этот, чао, вот. И он поставил сюда магнитофон такой, китайский, такой с большой панелью, где можно фильмы смотреть, там, музыку слушать, блютуз, нормальные колоночки, свет тоже у нас здесь есть. Так что, крутя колы. Вот. Сняли всю морду. Ну, короче, я снял её, вот, разобрал всё. Так вот эта вся тематика выглядит. Сейчас вам фокус дам. Ну, конечно, система моя очень хорошо сработала. Всё, не прожабляла, болты всё открутились. Коробку я снял ещё. Вот. Сарабас. Честно сказать, я думал, то, что здесь будет ржаво. Ну, короче, здесь началось чуть-чуть ржаветь. Ну, это поверхностно. А так всё чики-пуки. Слушайте, не всё так плохо выглядит. О, мой переваренный, усиленный мотор хай-тед. Я не знаю, как по-русски это называется. Ну, и двигатель, естественно. Здесь он где-то масло теряет. Вот эта крышечка. Я думаю, а, во, клапанная крышка. Это. А так он, только неплохо сухой, по принципу. Короче, будем снимать ванну. Посмотрим, что под ванной. Как вкладыши выглядит. Здесь, видите, снимаю. Ещё не открывал. Блядь. Посмотрим, как там всё выглядит. Есть стружка, нету стружки. И нихуя нету стружки, чуваки. Блядь, вот это пиздец, охуя, на мотор. Было подозрение, потому что он короткое время прокатился без масла. Ну, короче, я думал, там он воздух захапал. И, бля, мы не знали, типа, он схапал воздух или не схапал воздух. Вот. И сейчас вот такая тематика. Хочу посмотреть один вкладыш, пару открыть. И проверить все вкладыши. Ну, не все, но, блин, тару хоть. И потом, может быть, вкладыши заменить, да, его обслужить, сальник сделать, почистить, покрасить его. Вот так вот. Как вы думаете, хорошее дело или нет? Или надо было его просто так оставлять и дальше кататься или продавать? Ну, всё, пацаны. Сейчас узнаем, насколько хорошо или всё плохо будет. Взнос есть, да, но не такое значительное. И, скажем так, мотор бы ещё покатался. Но так как я всё это уже так и так разобрал, я думал, мы это всё заменим. И, ну, я мотор не буду сам делать, я дам. Например, Каспорсу пусть он сделает. И уже будет мотор стики-пуки. Ну, вот так вот, короче, взяли такую штуку эндоскоп. Можно посмотреть, удачи. Смотри, как мотор выглядит, всё там заебись очень хорошо. Даже, блин, никаких задир, никаких проведений. Очень крутой мотор. Я, честно сказать, даже в шоке, потому что он в таком хорошем состоянии. Сейчас всё собираю, ставлю морду опять на тридцатика и выезжаю в свою марсельскую. И мотор, я думаю, так и так по-любому отдам, чтобы поменяли вкладыши. И тогда сделаю там проводочку чуть-чуть красивее. Короче, будет всё по фэн-шуе. Ну, вот так вот, заканчивается эта серия. Надеюсь, было чуть-чуть информативно. Куча проектов. Я, честно сказать, не успеваю. И хотелось бы, наконец-то, подрифтить. Так что подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, не забывайте. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok